Ребенок стал жертвой коммунальной безответственности. Рухнувшая со стены здания штукатурка упала прямо на него. Лишь чудом дело обошлось одними ссадинами. Прямо осколком вот упала. По глазу заехала. Сначала у него краснилось. А если бы в глаз попало? А если бы вот эта большая упала на голову? Вот они, они все. Нелегкие. Вот если на ребенка вот такой попадет, то убить можно. Вот раз я с коляской подъехал, встать. И вот как раз посыпалось вверху. Ребенка попало в щеки. Ну сразу на руки, весь в слезы. Ну минут, наверное, пять, наверное, десять нанесло за сколько. Обычно его аксессуально так трясло. Вот одна в коляске была, другой вот на руках. Мы вот пошли домой, он до сих пор не успокоился. Вот он вроде к двери, вроде пойдешь гулять, а он уже нет. Пошли сразу наверх, прихвативаться и узнавать. Только один ответ, и что, и что? Все. Тут сыпаться давно. Как раз вот с этой, по-моему, мне так кажется. Потому что вот там, как раз видите, вот как бы еще скоро упадет. Вот она отстает от стены. Тут уж не раз цепло, сколько едет. Уже много раз предупреждали. Сказали, будем делать, будем делать. Ну вот так и не делали. Плохо за штукатурили. Черники работали, их нанимали, у них кое-как помадали, и ладно. Дети проходят. Уделать бы надо. Здесь очень часто здесь не стоят. Вот у них коляски и велосипед. Здесь ограждения, здесь машины, здесь очень часто стоят. Здесь много детей. Путин атаки будет, пока кого-то не убьет. Делать никто ничего не сверстится. Собственница здания от личной встречи отказалась, но сообщила, что своей вины в случившемся не чувствует. У нее своих проблем хватает. Упала, упала. Почему? Откуда я знаю, почему травма спержала? Это здание, собственно, его мужа, который умер 4 года назад. И я еще до конца не могу вступить в наследство. Меня промазят другие наследники. Так что я еще своей вины тут полностью не чувствую.